Когда чародейки? Никогда. Чародейки больше снимать не будет. Как и аватар. Мы не будем сегодня снимать 16 серию. Непонятно, что там будет, потому что мы её не снимаем. Новый мем у нас на канале. Да, чародейки и аватар больше никогда не выходят. Не спрашивайте больше, когда выйдут. Ещё чуть-чуть и больше никогда не выйдут дневники вампира. Правда, хватит спрашивать. Просто вот столичка осталось. Не спрашивайте, умоляем вас. Я уже на пределе. Ещё один вопрос, когда чародейки и всё. и полетят головы. Я больше не могу. И Саша будет за хобосом. Я всё, я закончился. Ты держишь у себя в голове, что не Риса, мать Калина? Калина? Ой, Калиба. Калина? Карлайла Калина. Карлайла Калина. Держи! Сынок, держись рядом! Да, мама! О, это Тэны, да? Кто? Во Властелине колец. Как звали ходячие деревья? Тэны? Сейчас полетят во мне ссаные тряпки. Те, которые 300 раз перечитали это произведение. Помнишь? Я вообще не помню, что это. Ты чё, не читала Толкина? Ты чё, конченая, что ли? Да, я конченая. Круговорот ссаных тряпок в природе. Я не читала. Я сейчас их забуллить за то, что они такую херню вообще в целом знают. И так круг замкнётся. Нет, я должна вас всех забуллить за то, что вы меня буллить и за то, что я чего-то не знаю, блин. Правильно, давай. Ну всё, смотрим. Нет, нам не успеть. Лучше. Нет, скорее. Я подумал, что там ребёнок остался гореть. Знаешь, маленький проросший какой-то черенок. Подвластны нам и фламя, и вода, и воздух, и полныли хоть и бой. Открыть себе талан, и никогда не поздно. Мы все готовы, бой! Буза! Беги, злодеи, у нас там. Команда, мы сильны, дружны, не трогнет рука. Сверенька нашли, от вас, от вас, от вас. Знаешь, что я завидую твоей энергетике, правда? У тебя пьёт так много, я сижу и просто как по беспроводной зарядке. Мне очень нравится песня. Я не знаю, что я пью, 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 я пью. Неплохо. Неплохо. Подвердил что-то в конце. Чароденьки. П. Значит прикрытие. Автор сценария Кэри Бейтс. Защитники. Протектор, это же защита, да? Протектор защищает, да. А я учусь с вами английский. Записывайтесь на курс. А ты уже, уже всё. Я уже всё. Я уже не знаю английский, не надо мне. Если я что-то не так скажу, не предъявляйте, что неправильно. Она учительница в прошлом. Я его забыла, блин. Судья, на тебя не посадят за встречи со мной. Надеюсь. Я не хочу, чтобы тебя опять ругали. Мне эти отношения очень нравятся. Да, миленькие. Жалко их очень мало раскрывают. Но я до сих пор держу в сердце тот бунт. Эти розовые волосы. Это просто прекрасно было. Ай, Джилл, мы едим суши. Что может быть безобиднее? Ммм, вкуснее. Видела, там на фоне прошли люди, у одного была маска. Ниндзя-маска. Суши. 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 Не двигаться. Ограбление. А, а, а. Понятно, почему маска. Джерри, твоя маска. Ой, простил, если... Не называй меня по имени. Открывай кассу. А иначе? Иначе? Иначе что? Поверь. Лучше тебе не знать. Нет, не нужно. Я, я... Чувак, сначала бабло, а потом обморок. Э, чувак. Больше на Калибу похож. Голос Калиба. Ну да, голос Калиба. Инспектор, мужчина. Прикиньте, что актер озвучки. Калиб зовут. Это голос Калиба. Заслуженный голос России. Калина. Женщина. Принцесса Суши на четвертой улице. Эй, ты, очкастая, с кем ты говоришь? Не трогай ее. Почему сработали огнетушители? Может, у тебя мозги воспламенились? Как открыть эту штуковину? Я знаю как. Тарани? Мама говорит, всем нужно помогать. Не надоело слушаться маму. Эй, отдай! Отдай Лесли и не лыжную маску! Ура! Снова Тара не зажигает. Да-да-да. Инспектор. Они воры. Что? Посмотрите, у них маски. Охренеть! Вот это подстава. А камеры? Нет. Камер нет? Там правило одно. Я заметил его реально. Железобетонное правило. Камеры имеют квантовое состояние. Типа суперпозиция. Они одновременно и существуют, и не существуют. Когда надо. Когда надо, они запускаются. Находят кассеты и все такое. Я каждый раз тогда... А камеры? Ой, Саша, такая душнила. Блин, сколько можно? Камер здесь нет. Когда я уже в следующий раз сижу, такой, ну нету. Не будет здесь никаких камер. Это мы вечность свалили. Не хочу, не хочу показаться должным хером. А там такой, вот записи с камеры. Это такой, сука. Я вас ненавижу. Маски не наши, нас подставили. Разберемся в участке. Фу, что за запах? Я знала, что Найджел опасен. Выманил тебя под благовидным предлогом и вовлек в преступление. Моя дочка воровка. О нет, мне придется приговорить родную дочь. А-а-а, прикольно. А, я мать судья. Я не помню про это. А нам это и не показывали. Кажется, мы и не знали. Прикольно, мать судья. Никаких приговоров. У нас есть свидетель. Тарани Найджел добровольный помощник. Мы забыли. Да, реально. Я думала он умер просто. Да, да, он умер. Мы подумали, что он умер. Мы забыли, что он жив. Позвонили в полицию и задержали воров. О! Я совершила ошибку. Но я ведь просто желала тебе добра. Мне очень стыдно, прости. Ты тоже, Найджел. Ты думаешь, извинений достаточно? Ты всегда была против Найджела. Но ты подумала, что это я в лыжной маске и с рыбой. Я не хочу тебя видеть. Тарани? Ну, видимо, уже всё накипело. И накипело, да. Но вот нам, к сожалению, не показывают её будни, где она... На самом деле отношения с родителями только раскрывают увил. Всё. По большому счёту. А вот Тарани было бы классно раскрыть. Как она старается быть хорошей девочкой. Она вообще отличница. Как она приносит домой только лучшие оценки. Как она пытается по дому, возможно, помочь. И вот мать. А мать у неё... Судья. Судья. Яркий, как мы любим говорить. Вам он известен как эпилептой. Жёсткий такой параноидальный тип. Он, знаешь, всё правда неправда. Слышишь, как тяжело ребёнку в такой семье постоянно удерживать позицию правильной, хорошей дочки. Я думаю, это было бы классно, если бы это раскрыли. Фу! Какие у тебя духи! Треска номер пять? Треска номер пять. Как Шанель номер пять. Да я понял. Корнеля, конечно... Сучка. Запашок! Вот что. Я должен был догадаться раньше. Нериса околдовала Голеноры Кэссиди. Похоже, её новый план собрать всех бывших стражниц. Остались только Кадма и я. Кадма, верно? А кто это? Бывшая страшница, знак земли. Сейчас она на Замбале. На Замбале, ясно. А это ещё... Замбале. Как Замбия. Нет, нет. Да, или как Замбия, или Бали. Как Зимбабве. Я все за, я на Бали. Замбале. Вот это она. Замбала. Фиолетовая планета. Мир джунглей в другом измерении. Когда-то мы спасли Замбалийцев от нападения Фобоса. Нас вела Кадма. Фобоса. Фобосу что, 350 лет? Фобосу уже лет 20. Подожди, давай переслушаем. Какая-то странная херня. Фобоса она сказала. Во-первых, да. Да? 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 Зачем переслушивать? Я не к этому. Я к вот этому. Это пушка. Просто ты понимаешь, да? Короче, стражницы земли самые красивые. И местные из благодарности подарили ей сердце Замбалы и выбрали ее королевой. А, Замбалы, на, забирай. Иди. Здорово, Замбал. Здорово, Замбал. Там живет? С тех пор, как совет снял завесу. Хорошее место. Кадму нужно предупредить. Может, она следующая цель не рисы. Это не трудно. Мы едины. А может, ты? Ой, Мауш. Мама! Бадапу они унесли. А, это Камбала. Ну, Замба, блин. Как это называется? Это деревья с этой планетой. Мы знаем это слово. Просто надо сказать его, типа, на китайском. Замбауа. Типа, мама. Зам... Зам... Он за... Так вот. Невиса создала копии стражниц. Уничтожает эту планету. Чтоб сейчас пришли стражницы. И им не поверили. Им отомстили. Понял? Нам зарядили уже ружье. Вот этим недоверием. Да, да, да. В капашке. Да. Как хитро. Это сюжет, а? Ого! Вот это что-то новенькое. Терминатор, блин. Не Терминатор, а скорее Супермен. Терминатор не стрелял из глаз? Из глаз? Нет. Я такого не помню. Я помню. Из всех известных мне Термина... Ну, ты помнишь? Он стрелял вниз. У него был плазменный бластер. В далеком будущем. А так он стрелял из... Мне плевать. Я знаю. О, горячо! Мама! Отступай, сынок! Подальше в джунгли! Какие же они ублюдцы, а? Ну, их жалко, разумеется. Эту культуру мне не понять. Она мне не близка, и поэтому я сочувствия к ним не испытываю. Они просто очень смешны. А, Никита угадает. Я тебя найду! Если там будет, что искать. Малышу необходимо впасть в печку. Он может не проснуться. Или сон, или смерть. О, мой малыш! Призови доспехи сна! Да, мама! В шишку превратился! Это прям восторг какой-то. Вообще, ты часто такое видишь? Чтобы раса разумных растений, деревьев, устроила драму в лесу? Обычно просто леса горят, такие, ну, жалко лес. Вообще первый раз. Животные, которые там жили, проблемы. Ты, кстати, недавно узнала, что, оказывается, есть разнополые деревья. А у них там драма. Я не знала. Это вообще новость для человека. Представляете? Дерево мальчик и дерево девочка. Вообще первый раз слышу. Но сейчас уже второй. Пыление же происходит. Надо с одного деревца перенести на другое деревце. Охренеть! Мы не проходили это по биологии. Я не помню этого. Я не помню этого, клянусь. Салют. Теперь он не уязвим, а вы проклятые изверги. Королева Кадма. Стражницы, скорее в джунгли, летим! Что с малышом? Ваши обидчики заплатят. Конечно. Но сначала узнай, с каким злом ты столкнулась. О! Начнется сейчас пропаганда. Это не риса. Сейчас опять начнется. Доспехи твоей души на самом деле тебе нравятся. И там... Как ты считаешь, какая у нее слабость? Деревья? Топор к мальчику при этом он приложил. Бросай заебалу эту. Или он умрет. Галинор? Галинор звучит как какая-то настойка. Галинор? Настойка Галинора. Как Глитвейна, что-то такое. Нет, скорее что-то на травах. Галинор. Вот она, Замбала. Сколько тут оттенков фиолетового? Разве дома была не ночь? Разница 12 часов. Такие прыжки даются нелегко. Мухи... О, они джетлакс ловили. 12 часов разница. Как в Америке. Слышь, как тяжело. Правда, чародейка так же тяжело, как людям, которые просто континент пересекают. Им же тоже спать хочется. Или в форме стражницы им не хочется спать. Не есть вообще ничего. Мне кажется... Ну, слушай, они же там вообще не бесполые становятся. Мы уже это вычислили. Они и не люди-то вовсе, когда превращаются в стражницы. Люди. Просто более сильные. Не-не-не. Да. Очень смешные у них роты. Напоминает. Не могу вспомнить, что. Пишите в комментариях, что вам напоминает роты этих замечательных жителей. Завалы. Я на грифу с этой планетой... Я знаю, как отбиваться от монстров, но как от деревьев? Мы не деремся. Уходим живо. Наверное, я жутко воняю, раз не чувствую твой дух. Ничего! Твоего не хватит на нас обоих. С тех пор, как опустилась завеса, я надеялась увидеть вас. Увы, мы встретились в трудную минуту, подруга. Я должна предупредить тебя насчет яглин. Я все время так плохо. Я понимаю, что нам рисуют эти узкие зрачки, как будто персонаж на спидах или обдолбался в конец. Я просто все время вижу этот прием, и я хочу растрясти персонажа главного. Посмотри, он же обдолбанный! Он не настоящий! Ему что-то с ним не так! Она тебя сожрет! Она тебя сожрет! Не верь ей! Не получается. Ты сразу вспоминаешь, что это для тебя, для дебила рисуют такие зрачки. А для тебя, для детей, для дебилов. Товарищ Ян Лин, трудно поверить, я знаю, но сердце Кондракара испортило ее, как когда-то Нерису. С помощью кристалла Ян Лин удалось собрать новых стражниц для своих коварных целей. Она решила опустошить джунгли и истребить моих подданных. Я думала, они могут за себя постоять. Доспехи сна, опасная мера. Спячка чревата... Безвоживанием, а может быть, еще хуже. Зомбалейцы ждут от королевы защиты. Я воздам стражницам Ян Лин по заслугам. Я клянусь! Вот их рот, это больше дупло, да, чем дупло. А питаются они тем, что местные жители... Корнями. Нет. Белки путают их с другими деревьями и накидывают им туда орехов. Какие? Да? Нет. Они все жгут! Они повсюду! Выбора нет! Сперва напали, теперь не знаю, что они сделали, но эти деревья такие странные! Зомбалейцы всегда были мирные и гостеприимные. Что-то произошло! Стой! Ходячие, говорящие деревья зомбалейцы? Интересно, с чего они возненавидели нас? Почему они не поняли, что мы хорошие? Что мы не истребляем джунгли? Все ясно! А, это же наши... Наши ребятки просто... А, вот эти ангелы. Ангелы, да, вот эти вот. Кто-то применил магию и выдал себя за нас! Нас подставили! Нерезда! Офигенный камуфляж у деревьев, да? Я искренне о себе о таком мечтал. У тебя начинается какое-то... Ох, не хочу с тобой разговаривать. Вот так вот все, в шишку закрылся, все. И ждешь, пока он не уйдет. Ой, как было бы хорошо. Никто в присутствии Нерисы не ощущает? Лишь сердце Кондракара подскажет. Теперь сердце Кондракара бьет по площади. Раньше нужно было им докоснуться, чтобы проверить, кто он. Я вспоминаю, когда пытались в первом сезоне вычислить Седрика. Оно развивается. Оно развивается. Параллельно. Я могу понять, что развив... Так у Седрика, потому что это были обе сущности его. А тут просто притворство. Там непонятно, да, какой сердце, какая хорошая мысль. Но я, знаете, что не понимаю. Понятно, девочки развиваются, да, но сердце Кондракарта же, оно что, оно какое есть, такое оно и есть. Откуда ты знаешь, почему мы отменяем то, что сердце тоже может развиваться? Они же едины. Да, я понимаю. Тридерт! Они разделились! Тарый, стой! Ну нет! Я могу вынести только одну подставу в день! Классно. Разделяемся тоже по парам! Чё за план? Какая она молодец, она разбила их по парам для того, чтобы можно было определить, кто чей. Но они одинаковые, ты можешь увести огнёк по своим. Да, 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 да. План не любить быть один. Ну, так сложно сражаться, когда тебе нужно ещё держать бенцовую бабку. Сердце Зомбамы. Верни мне власть над планетой. Помоги услышать верных подданных, чтобы они могли рассказать, где найти стражниц Ян Ли. Как успехи? Что ты ищешь? Новую жертву? Ты... Кадма, да? Для тебя королева Кадма, злодейка. Для тебя мисс злодейка королева. Извините нас. Мы понимаем, почему вы так раздражены, но... Эй, почему это я стала тонуть? Я проваливаюсь. Так, поверьте, мы не враги. В доказательство я не буду драться. Мил! Дипломатический подход тут не сработал. А-а-а! Одна проповедует, другая атакует. Как предсказуемо. Почему нельзя сказать? Нас продублировали! Будут еще точно такие же, как мы. Нас склонировали. Нет, стойте, подождите, мне надо подождите, 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 подождите. Я, я не враг вам. Просто мне поверь без доказательств. Я просто... На этом держатся все сериалы. Если во всех сериалах все будут говорить сразу, сериалов не будет. Ну, то есть, типа... Тебе многому нужно учиться, страшница. это даже мило нет ты надеялась отвлечь меня чтобы твой союзник атаковать чуть она сильная бабка калибр весит где-то 120 килограмм он большой для своих 16 лет и кости у нее тяжелый жалкие потуги ты обманута кадма нерисы и рыцари приняли облик стражниц голенор мне сказала что ты стала другой голенора колдова на нерисы упрямится она не слушает бабуль а вот так значит это твоя внучка ян лин ты подаешь ей неважный пример твоя сила сломлена ян лин осталась только одна стражница свершившая больше всего зла она за это заплатить о тарни щас дерется должно драться само собой да не огненных стражницы что это значит что ты обречена ой если бы мне это сказала все как есть я бы уже была подготовлена но нет я не спорю но кто же я да 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 ну что логично что логично вы не могли вырваться да кто мы чтобы спорить видишь у каждого своя сила да 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 это тот джиган как он застреляет глаза шаган шаган да я все делаю не так она же огненная ничего не плевать эмбер огненное существо не надо ее подпитывать а она и так не становится она забирает ее в огонь нет не та чистая отвяжись мерзкий трой хватит листить бланку она же рыбы пахнет еще с магазина да да что они запахи оставляют да получается просто на теле тело просто расширяется да она увеличивается не меняется просто они же и одежду поменяли по факту да но запах остается у прикольная штука как у дэни призрака помнишь когда он превращался тоже два кольца нужна помощь найди остальных кланк найди живо уничтожьте ее и я уговорю зомбалийцев чтобы отдали сердце мне а 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 у клик и Да, плохие, хорошие. Мне нравится Таране уже просто всех бесит. По-моему, четко просто. Уже все бесит ее за весь день. Что вы такие тупые. Мне просто понравилось, что ей задали мотивацию в самом начале. Они не стражницы, верно? Ну, что бывает, когда ты в свой круг общения впустила только деревья. Что ж, больше нет смысла тратить энергию. На маскировку. Это не Риса? Ну-ка, Адма, борись. А я найду подруг. Мы поймали их. Вы что? Помощь не нужна. Мы сами. Нет, помощь нам не нужна. Каждый может ошибаться. Кто-то так мило. Как-то такой... Да, да, да. Тебя питает мой гнев. Ошиблась. Видишь? Признание ошибок полезно. Нариса, стой! Отдай мне сердце, Кадма, и я твои джунгли не трону. Королева, не отдавать! Бланк за подмогу! Бланк найти! Он один из извергал. Вот он! Замбалийцы! Вот они, изверги! В бой! Причем не у всех. У кого-то рты нормальные. Ну, горизонтальные. Я не понимаю, как это работает. Ну, и что же будет дальше? Нам придется уйти. Но мы оставим о себе память. Эмбер! Сперва малыш, теперь мама. Мой ствол треснет. Она... Жива, но может не проснуться. Наверняка есть выход. Их усилия тщетны. Вы их недооцениваете. Хайлин, начнем пробуждение. Сперва легкий бриз. Она поймет, что пожара нет. Затем теплый дождь, чтобы напитать ее влагой. У меня же нет ощущения, что это в одно и то же время происходит. Она такая... Йоу! Там буря, там дождь, там потоп. Я еще здесь 400 лет. Ваша очередь. И если нужно, Корнелия вам поможет. Джунгли исцелены, но дерево не разбужено. Если каждый не может, то попытайтесь вместе. Молю, Королева. Попробуем. Откройте души. Слушайте голос вечной природы. Услышьте голос дерева. Малыш, о, нет. Ее голос, я слышала. Да, да. Но голос так слаб. Жизненная сила мала. Мы продолжим. Вил! Квинтэссенция! Мы смогли. Мы ее разбудили. И скоро разбудим малыша и всех остальных. А как же спасибо. Из-за ее величества бедное дерево впало в кому, а стражницы сидели в клетках. Мы дождемся извинений? Нет, не дождемся. Это защита. Тарани сегодня жжет просто. Я не могу я умираю с этих деревьев. Да Тарани, Тарани, да безусловно Тарани. Она вообще была крутая всегда. Такие деревья я вижу первый раз. И знаешь что? Вижу их в последний раз. Дай насладиться. Данные доспехи Кадмы. Она всегда с трудом признавала свои ошибки. Конечно, приятнее делать вид, что ничего не произошло. Уже полночь, Тарани. Знаю, мама. Прости, пожалуйста. Я ошибалась. Напрасно я хитрила с тобой. Приведи Найджела к нам, ты увидела, какой он классный. Я тоже кое-что поняла. Занимаясь преступниками, теряешь связь с окружающими. Смотри, портрет сзади. Портреты. Вот брат ее. А отец. А от Тарани нет. А отец. А от Тарани нет. Стрём. Реально, посмотри. А портреты ниже тоже. Тоже там брат. Брата нет, это мать. Вот портреты отец. Мне кажется, это брат... А, нет, брата нет. Например, с дочкой. Только не жди, что я перестану тебя опекать, мой котенок. Мне кажется, она просто фоткала все это время. Да, Ранее? Да. Все время становились вместе, но выходила. Да, перефоткаться не будет. Я твоя мама на всю оставшуюся жизнь. Можно пережить. А что, Найджел? Два условия. Во-первых, следующее свидание за ужином здесь. А во-вторых... Ступай наверх и прими душ. Такой запах. Ее задолбались мне с этой рыбой. Да пусть помой за ужином, реально. Фильм дублирован студией Пифагор. Классная серия, мне очень понравилась. Прям прикольно. Мне понравилось, что показали вот эту страшность у земли. Я под впечатлением от деревьев. Деревья... Деревья максимально странные. Мне кажется, рот их, это как форма и способ размножения. И там вынашивают новые плоды не женщины, а вот мужчины. Но деревья же так размножаются. Вот, через рот. Тебе просто орешков напихали в рот, все. Ты их там переэты, и все, у тебя отрастает новый какой-то росток. Можно не трогать меня. Сажаешь его, и потом ходишь вот так вот. У меня после родового депресса. Какой же дурак. Потрясающие деревья. Я хочу их биологию как-то лучше понять, раскрыть. Но это, к сожалению, персонаж на одну серию. А я хочу, хочу отдельный сериал про них. Про всех второстепенных персонажей Саша хочет отдельный сериал. Это даже не второстепенные, это просто типа эпизодные персонажи. Ладно, я жду ваших объяснений, как эти деревья живут и существуют у вас по соседству под окном. Распишите, расскажите. Спасибо, что посидели. В смысле, возможно, вы лежали. Вот это тоже вопрос. Спасибо, что полежали с нами. Ставьте лайки обязательно. Знаете, зачем мы, кстати, лайки просим ставить? Мы, кстати, не просим вас подписываться, потому что все, кто смотрит, скорее всего, уже подписаны. Но мы просим вас поставить лайки. Это помогает нашему тщеславию. Мы становимся все тщеславнее и тщеславнее. Чем больше лайков, тем вообще ноль лайков. Вы исцелены. Ладно, шучу. Просто видео толкает вперед, а мы хотим, чтобы мы были вообще самые популярные на Ютубе. Вы что, такой классный контент. Всего 8 тысяч подписчиков. Вы давно уже, пора уже. Там пророчили миллионы. А все потому, что лайки не ставят. Это вообще вам не в укор. Просто если не сложно, чтобы мы стали самыми крутыми на Ютубе. Давайте, давайте наберем один миллион лайков. И тогда я попаду на ЧИБД. пока. Пока. Пока.